Телеканал КРТ представляет Самая смелая гостья, это Надежда Викторовна Савченко, герой Украины, давайте поприветствуем Самая смелая Ее даже не испугало, что я пришел критически в рубашке коронавируса Мне кажется, что просто ты пришел, это ее не испугало Нас, да, вот мы поэтому отсели с Алексеем на правильное расстояние, а пустили к тебе поближе Самое ценное, что у нас есть Вынужденно отсутствовал несколько недель на нашей прекрасной передаче, потому что был под карантином Просто ты осознанно поехал отдохнул, да, а потом вынужденно немножко Успеть, знаете, потому что все-таки же это же как первое время чумы, да, то есть проскочить еще было А сейчас тоже самолетики не летают, вертолетики, но дело не в этом Тут, кстати Надя, секундочку, а вот многих, на самом деле, думаю, волнует сейчас вопрос Вот чем ты пришла к нам, пришла, есть ли гранаты, я не знаю С гильзой С гильзой, смотри, я Да, на правде Все покупают гречку, а Надя патроны, да Кстати, как в Соединенных Штатах Америки люди запасаются еще оружием Я думаю, что сейчас коронавирус страшнейший Гранаты, как видите, в Верховной Раде От гранаты бабах всрались, а было так себе А вот когда зайшел Шахович, ну реально все всрались Больше на работу в Верховную Раду депутаты не ходят Я вам расскажу маленькую историю Очень часто на каких-то объектах, ну телеканалах Есть дополнительные объекты Дополнительная проверка Там температуру могут померять Может быть металлоискатель, чтобы ты там не пронес чего Ну и вот на одном из телеканалов спрашивают У вас оружие есть? Я говорю, да Ум острый Так что мы вооружились острым ум Но они даже напряглись Не, ну то, что все напряглись Оружие? Да, немножко, немножко Коронавирус это оружие массового поражения просто И тут как раз... Коронавирус мозга Самое время сказать нашим зрителям, что уже в мировом сленге появилось новое слово Пандемия коронавируса на планете обогащает английский язык новыми словами Вот ковидиот Это обозначение паникеров, которые опустошают полки супермаркетов из-за пандемии коронавируса Это первое значение Да, и слово уже появилось в крупнейшем словаре английского сленга urban dictionary Так что... А второе значение это те, кто постоянно, насколько я помню, пребывают в какой-то панике от ситуации с коронавирусом Это, кстати, не единственное слово, которое появилось сейчас в европейских государствах Стали делать экспресс-тесты, называется это коронадрайв То есть ты заезжаешь, мне, пожалуйста, картошечку, кока-колку И вот вам палочки, которые тебе кофе помешали, вот вам мой мазок Все, и уехал, очень удобно Да, в Германии сделали такое, да Коронадрайв, да А более того, а еще в некоторых европейских странах предложили выпускать коронабонды Это вот такой... В туалетных бумагах, в рулонах Новый финансовый инструмент, чтобы поддержать европейские экономики во время коронавируса Коронабонды Да, коронабонды Нам бы пару миллиардов коронабондов не помешало Пожалуйста Внутреннего займа коронабонды Кстати, вы же знаете, что коронавирус это же, если там чума, это была там болячка бедных, то коронавирус это такое заболевание, которое не щадит даже богачей, что у нас в Верховной Раде люди, которые массово там на различные курортики ездили, они теперь сидят... Что там скрывать? Куршавели ездили, Кирилл Не надо скрывать Общественный прием на Александровской больничке Я бы сказала, что то, что коронавирус, как вы говорите, не щадит никого, то, в принципе, хворяют гриппом все и завжди Просто питание в том, кого он щадит до смерти, а кого только похворит Вот в чем разница в нас Ну, просто у него название такое коронавирус Ну, то есть корона То есть, ну, что-то жду это значит Тут, кстати, самое же интересное, что у нас есть такой нардеп Шахов, да, который уже заболел, к сожалению, мы ему желаем крепкого, конечно, здоровья Да, конечно Но вот буквально несколько недель назад он в Верховной Раде говорил, что все это ерунда У нас есть видео, да? У нас есть даже это видео, мы его сейчас обязательно включим Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников, сегодня класса А И с полости рота, и с носа взяли анализы Сегодня, только сегодня, уявите, зателефонировали мне из лаборатории и типа сказали, что подтверждается коронавирус Сразу хочу всем зазначити, это не так страшно, как его рисуют Это я вам, как называется, мазок мазкурозни, это я вам, как художнику-рологу говорю, да? То есть есть большая разница между... Ну это все шутки, но... Коронавирус, да, это головного мозга в чиновники в классу А Вот хорошо, как бы коронавирус был действительно, только в чиновники в классу А Слушай, мне кажется, что у чиновников, как в школе, есть А-класс, Б-класс, В-класс и даже Г-класс Мне кажется, что чиновников класса Г у нас просто доминирующее количество Вот, но пока мы услышали только... И не все из них чиновники класса Г, а там еще есть другая какая-то, может быть, была Да Мне так кажется, что это вообще в тренде, когда любители шахтеров, да, вот это любят по Куршевелям разъезжать Это особенность чиновников класса А Что вы не робили взагали в Куршевеле? Я так и не заразумила На 8 марта А, да? Да И все? За тюльпанами пошли или за подснежниками? Куда они должны... Почему не Буковель? Да, сразу логичный вопрос Нет, ребята, они на самом деле как 12 месяцев поехали просто за подснежниками в горы Вот, может это действительно как-то так, чтобы порадовать женщин? Ну, кстати, считается, что одним из главных точек распространения вируса в Европе это были часть австрийских курортов и часть французских курортов, именно горнолыжных А тюльпаны вырезали в Нидерландах, да? Довелся вырезать и знищить тюльпаны в Нидерландах Вот, кстати, из интересного отличился один из любимчиков нашей передачи Андрей Богдан Вот, и заявил, не дождетесь Богдан просто заказал у нас скрытую рекламу, ну, может даже не сильно скрытую Ну, потому что, оказывается, еще и его бывшая девушка заразилась коронавирусом, все в том же Куршевеле Кстати, да Вот, но так как она с собой Андрея Богдана не взяла По слухам Поэтому она теперь его бывшая девушка, да? Да, на самом деле, это, конечно, уникальный случай Вот, кстати, есть даже такая картиночка тут у нас с Андреем Богданом и тестом Который он разместил, да? Да, вот Помните старый анекдот? Мама в детстве, одевая колготки, говорила Запомни, сынок, две полоски это, не буду говорить, слух Вот, а тест на коронавирус это одна полоска, это негативный результат Две полоски это позитивный результат Раньше это анекдот был про тесты на беременность Ничего нового не придумали На пояс повесить, чтобы все видели, что у себя Да, обязательно Причем помните, что очень часто коронавирус может рятовать от судов, от судовых проведений Тобто, ризко можно заболеть от работы, как это сделал, в принципе, министр охраны здоровья Ельц Тобто, захворел коронавирусом целый министр, все, все министерство не работает Чему завалена медицина, ну так, коронавирус Подожди, он уже вернулся к своим, начал записывать обращения, все, работа кипит Подожди Я так скажу, у меня вообще такое чувство, что некогда просто люди осознали, что люди умирают Ну то есть, вот когда вот начали показать Да, да, у меня просто такое чувство, когда начались показать эти сводки, там сколько умерла или сколько заболела Такое чувство, что люди же не знали, что у нас вообще умирают люди Ну каждый день умирают А вот мне кажется, что они сейчас, чем больше мы показываем топ-чиновников класса А, которые заболели, вилековались и пиарят себя по экранах Тем больше люди, наверное, перестают бояться коронавируса Ну раз они выжили, то мы то и не так выживали У нас была социальная реклама, когда каждый вечер давали сводку В Киеве народилось 20 плавчиков, 30 девчаток и одна двойня А сейчас все может делать президент Ну конечно Как говорил наш незабвенный Шахов Я говорю, это человек ответственный Я на самоизоляции, но мне уже пишут мои избиратели, чтобы я там прошелся по Верховной Раде, по правительству походил Это новая услуга, ты считаешь, что должен быть додаток Шахов Ты закладываешь, вот знаешь, как у такси, какой-то маршрут И ты ему говоришь, просим вас пройти Появился такой же рецепт, если вы заболели коронавирусом Вы сначала пройдитесь в кабинет министров, в приемную, в Верховной Раде и так далее Не сидите дома Да, не сидите дома, а потом уже можно там дойти Ну, в последнее время Шахов так и сделал, потому что уже как минимум еще его коллега Сергей Вельможный тоже заразился Он не один, там их много И потом пошло-поехал, а рядом с ними и Петр Алексеевич недалеко там сидит Да, он и ездит недалеко Надя, вот ты же сидела в Верховной Раде Расскажи нам, как депутаты действительно так кучно сидят, то есть метра нету И как бы чихают друг на друга, или как вот это происходит? Ну, вы дуже паршивее, они сидят плотнейше, ниж мы зараз, честно скажу Меня такая близкость никогда не радовала Из моими существами Ты говоришь, что ты сидела в Раде, как будто бы она отмотала несколько лет строгача У тебя уникальный опыт, ты знаешь как бы и так и так, да? Что сложнее, расскажи нам Да, Российская вязница, Украинская Верховная Рада Можно все враховывать в один срок и считать год за пять, а в Верховной Раде год за десять То есть даже так А что там, что там может быть сложного? Ну, не хочешь, не працюешь, хочешь, працюешь Ну, просто так Ну, в принципе, зародиться коронавирусом, если он так сидит очень кучно, можно и достаточно легко, насколько я понимаю Да, мне кажется, они не то, что сидят То, что сидят, то такое дело, они заходят, здороваются, целуются, обнимаются, выходят с трибуны, плывают одни одного брудом Потом выходят за колону, знову целуются, обнимаются, пьют, пухают, ну и все решта Ну, реально, это что? Знаете, как итальянцы То есть нардепы Верховная Рада, они очень тактильная нация такая Итальянцы, я же говорю У нас депутаты, это целая нация, это нация в нации, как ты это представляешь себе? Или это? У Кремокаста в России Да, элитарная прослойка Прослойка Это прекрасно Да, он оптимистично Карусель, карусель, кто успел, тот и сел, прокатись на нашей карусе Мне кажется, это оптимистично, на такой оптимистической ноте Надо проводить заседание Верховной Рады Сложно будет им собрать неочевидное заседание, да Надо понимать, что незаминных у нас нет Все они готовы клялися народным обранцам, народным обранцам народу, что они готовы покласти свое життя вперед Не, ребята, просто это обзыв И час их героизма У каждой программы должна быть версия потом 2.0, да, там 2.0.1 Ну то есть это просто будут как бы, как говорится, следующий сказал заведующий, да, и вот… А Петера просто сказал правду Готов, правдоруб, главный правдоруб А если сравнивать Петера и вас с Гитлером, да, сгадаем, он очень схожий в Верховной Раде Чи с Ленином, чи с Гитлером, я не помню, с кем его реалии после его пламенных речей в Верховной Раде Он больше на Гебельце тогда претендует даже Ну то хочется сказать, что… Заф-идеологическим отделом Вот я просто себе так думаю, да, что я сказала, что на счастье каждого уряду выпадает какое-то великое нещастье украинского народа Как не экономичная криза, так и какой-то вирус, не свинячий, котячий, так уже теперь коронавирус И как бы у Гитлера взагалі був коронавирус, он бы завоевав свет набагато скорейше Вот просто Все страны закрились на карантин А как вам подобается из президентов и взагалі краин, которые, как, дивлячись, как реагируют Вот мы сейчас сидим смеемся, ну потому что нам уже не надо делать ничего У нас, в принципе, смех всегда перемагает страх А если говорить про президентов, первые особи державы, как подают информацию, как борются в свете, начиная от Трампа, закинчивая Путиня Буркашенко Давайте снизим кривую нашей смертности Таких обращений нет, а там тебе прямым текстом говорят, мол, сиди дома А тут, я думаю, не в Лукашенко научился Да Они пока что больше всего потом вступают Лукашенко пока сказал, что все в поле, да, трактор Трактор всех вылечит И труд всех перетрут, да Да Лечение за границей депутатов отменяется впервые за 28 лет и будет лечить то, что они сами создали Так что медреформа Слушай, все же шутят, что наконец-то, если они их просто будут Надо каждого депутата отправить в отдельно взятый санаторий И по всей стране распределись Да, и пусть они там сделают сразу По больнице И пусть лимон сразу сделают И все Я думаю, можно депутата лечить на его округе Ну, они все зараз в Алексеевскую едут лекарню Причем для них сделали ВИП-поверх Для ВИП-гостей ВИП-поверх С окремой медсестрою на каждого Я вважаю, что каждый депутат на свой округ, будь ласка Опа А что с писочником? А с писочником? А с писочником? В СИЗО в Окьяновском лечить Там есть хорошая больничка Сразу недалеко от кассы И ДБР будет легче працювать, в принципе А чего не? Ну, лечиться же Вы знаете, что? Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом Вот Просто о Грете немножко забыли Вот у нас такая картинка Грета и коронавирус Может это навязчивый какой-то психоз маньякальный? Мне кажется, Грете не хватает внимания То есть она была, помните, до этого в эпицентре всех этих событий А тут коронавирус Я скажу, что Грета это уникальная То есть все мечты Заводы стоят Обещаний не хватает Я намекаю, что Зеленский станет последовательным президентом Бойтесь программ президентов Они иногда исполняются Что с тем, чтобы закинчить войну? Я думаю, вирус всех по домах за жене Вина просто закинчится Сама собой Все выполнили обещания То есть коронавирус это вообще магический вирус? Не выполнили только одного Четыре тысячи долларов В зарплату Ну подожди Подожди Мне кажется, что просто эту сумму на момент обещаний переведут в гривну Курс спрыгнет Их даже больше доплатят Не по четыре тысячи По четыре миллиона сразу И на буханку еще не хватит Не, ну просто Чем выше доллар, тем больше гривен Все же логично Ну да Ну кстати, Швеция Страна, которая показывает другой пример отношения к коронавирусу Там кое-что закрыли Но в основном политика такая Что если только у тебя подозрения на коронавирус Ты проверяешься А так страна продолжает работать То есть То есть Как это проверять надо? Ну как Как и всех А у нее же есть подозрения У нее вообще ко всем У нее само есть подозрения У нее ко всем просто подозрения Поэтому и коронавирус в том числе И она ушла в нас самоизоляцию Ну это правильно Давайте проверим коронавирус тестом коронавируса Да Да Еще одна грустная новость Находящийся в тюрьме Харви Вайнштейн заразился коронавирусом У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который недавно был приговорен к 23 годам тюрьмы за Сексуальные преступления Был заражен коронавирусом в тюрьме одного штата Нью-Йорк Вот это какая-то черная полоса пошла жучно А вот как? Как это могло произойти? На вирус Он везде слушает Именно Харви Вайнштейну А у меня есть конспирологическая версия, что на самом деле он пытается Хотелось злобно пожертвовать, что он имел, теперь поимел его вирус То есть это он пытается, как это называется, смягчающие обстоятельства, да? Вот Мне кажется, что он пытается, ну так как бы заслужить наше с вами Если бы он сидел у нас Он выйдет и пойдет пожмет руку конкретным людям, кому бы скажете, да? И поцелует Так у нас уже теперь, мы же знаем, что самая страшная болезнь сейчас это коронавирус Уже рак, спид, это уже все померкло на фоне коронавируса Туберкулезом Это, Саша, какой туберкулез? Даже супрун в эпидемии кори уже нет И я там не проходила Супрун, и коронавирус не знайшовши, они далеко коронован Да ей там сроком грозят супрун, я думаю, что... Коронавирус, коронавирус, чем тюрьма Ну кстати в США даже из-за вот этой ситуации с коронавирусом, медиапаникой, как я называю Там даже начали некоторых заключенных отпускать на домашнюю самоизоляцию А вот это уже не смешно, ну, стосовно заключенных Якщо вы знаете, Аваков уже же пропонує ввести надзвичайный стан, саме стан, а не ситуацию А вот пока еще ему это не удалось Да, я думаю, не удасться Так от, в принципе, он это, как бы, пропонует через те, что Дуже багато зараз увязненных вийшло в связи с эпидемией из мест позбавления воли Тобто УДО підписывается набагато простейше, ніж там раньше в часы Тобто коронавирус впливает у нас тоже Да, то вот, чтобы не было мародерства, треба типа Але ж при цьому, если мы будем смотреться, там Иран, по-моему, первый Почав звольняти, 85 тысяч Далее начали звольняти решта держав Но Китай не дуже Китай не дуже В Китае, просто дивитесь, для чего звольняются рабочие руки Або руки для войн Ну вот насправді Тому что в Китае там, в принципе, их вистачает Можут и посидеть, там еще не такой дефицит людей Еще коронавирус не всех их выкосов Їм вистачит завоювать всю планету А от краины, которые воюют, в том числе Иран Вони выпускают для того, что в принципе Треба начинать воювать, ну, переболить, сколько там На что, чтобы коронавирус убивал Вы хотите померти, идите на войну? Не дуже смешно, но, на жаль, это правда Так, коронавирус опять Ватикан будет дистанционно отпускать грехи больным и медикам Я думаю, заболеть захочет дуже багато Президент призвал, президент Зеленский призвал вообще наших церковых служителей проводить богослужения дистанционно онлайн Концерты в опере даются онлайн Не в Музикове, как будет онлайн Великдень у нас Потому что тоже есть призыв Потому что у нас же продлились сейчас карантин А интернет резиновый? Ну просто я не знаю, интернет резиновый Ютуб кажут по низу в виде в виде, потому что просто перегруз В Европе на 30% возросло Подождите, есть целое приложение Айбайбл какой-нибудь, электронная библия Можно все что угодно Саша, ну как ты себе представляешь Пасха и как люди онлайн в Великдене? Ну вот оно, будущее пришло на стигу Ставишь экран и что? А вы что, верующие? Кажут, до Бога можно просто звертаться там, где ты есть Не обовязково в церкви, не обовязково в священниках Я согласен, но у нас стране есть традиции Пасха, яйца, корзина с едой Будут крупить коронавирус вертолетом, открывайте векна Открили векна, нехай летает священник на голубом вертолетии Подождите, кропать, слушай, у каждого украинца дома баклажка еще с водохреща стоит Ничего, побрызгают себе дома Ну не знаю, Филарет вообще сказал на неделе, что коронавирус это плата за однополые браки Только? Да Тоди чего ж, а, я так понимаю, что так много депутатов Все остальное на сдачу, знаешь Нет, что это плата Кстати, ЛГБТ организации подали в суд на Филарета за эти фразы И сказали, что это распаливание Он уже пребывает в таком возрасте, что его признают неосудным Так Что еще хочу сказать про УТК Кстати, как там вообще Папа Римский, ты привет ему передавал? Да Чихает? Все хорошо? Или уже не чихает? Он держится бодрячком А ничего, что ты картонного видел или натурального тоже? Натурального Или бодрячком только картонный? Натурального я Папа Римского тоже видел где-то С окошка тебе? В прошлом году, да, когда он воскресную месу там с балкона вещал То есть ты и по Италии уже проехался в прошлом году? Да, да, ну тогда еще не был коронавирус, так что может и не отодвигаться от меня Так, про этого мы уже посмотрели Над этим ты уже посмеялся, давай читай слух, что ты как этот? А, ну вот кстати про Италию, хорошая же тема Благодатная, Гретта Тунберг возрадовалась бы Оказывается, есть и побочные эффекты от коронавируса и даже положительные Никогда не была такой чистой воды в венецианских каналах И там даже появились дельфины Опа Скоро у нас в Днепре тоже вернутся, я думаю Дельфины, конечно Дельфины, которых там никогда не было Вот, так что есть парусы Когда откроют метро, будешь ехать как раз в станции Дне, про те говорят дельфины и все так Где я? Ну это старый, да, старый анекдот Так что, оказывается, действительно, зоозащитники, защитники природы могут возрадоваться Теперь эко-система существенно улучшится Да, у вас Або какой-то этнической группы и добавлял туда свою тваринку Знаешь, как ведьма, когда варит, тут жабящая лапка, там красивые хвости Нет, это не так Подожди, просто два котла, в одном была «спайси», а в другом «ноуспайси» Более перчоне Натя, правильно понимаю, ты считаешь, что это разработка коронавируса? Я считаю, что… Расскажи нам про масонов И про масонский заговор Я уже сколько теорий слышала, что верить чему-то, чтобы не смеяться Если бы у нас не было цензуры на телевидении, мы бы смеялись еще острее всего Потому что врачи с этого смеются очень быстро И вот остальная шутка от моего юрного брата, лекаря, у которых просто завал в лекарне Он сказал – тести, точно тести Он уже заказал для лекарни и порадил депутатам заказывать биомешки для трупов 115 грн в Харкове Даже порадил, где взять Потому что, в принципе, уже доходить до такого маразма Это не ужас Речь в том, что… У нас же люди считают, что они бессмертные? Да, само собой И если мы будем говорить про это, разработался или не разработался То хорошо, что говорят, что коронавирус не живет после смерти, как чума Потому что, по крайней мере, нет такого ажиотажа А киевские крематори закрывают на реконструкции? Самый разгар Я думаю, действительно, ученые не дремлют Все только у нас нет науки А так, я думаю, ученые не дремлют Я думаю, что у них даже есть специальный проект для НАСА Где разработан вирус, чтобы завести на Марс Надя говорит, что никакого масонского заговора нет И поправляет перстень, не значок, знаете, все-все Не-не, я говорю, что у нас развивается наука Ну, не в нас в Украине, но в нас все сделали У нас же еще был такой парадокс У нас отправили ученых домой разрабатывать Да, вот этот институт, который разработал тест на коронавирус Их отправили за свой счет или за какую-то часть отдыхать Ну так извините, один тест стоит порядка 300 гривен Главное, чтобы работу на дом не брали паталогранатом, знаете Все остальное А, кстати, а Трамп, он в последнее время Его даже поймали на том, что он вычеркивает, там написано COVID-19 И он пишет специально китайский или уханьский вирус Постанавливает концерт, что это Китай специально распространил и так далее А Китай говорит, что это США А Китай говорит, что это США Навязчивая идея есть не только у Греции, да? Похоже, что... Ну, в Китае будут писать Трампу вирус, например Да, да Так, еще одна новость из разряда коронавирусной Олимпиаду в Токое перенесли на 2021 год из-за коронавируса Жаль, лучше в 20-м на Белоруссии Да, должны были бразильники У нас тут такой будет еще ролик небольшой, что там произошло с этими кольцами прекрасными Да, кольца, они уже разобщились Дизайнеры, они такие, да, смотрите-ка Издевались? Испугались? Разбежались Не только твоей рубашки, но и коронавируса, да Да, но это, конечно, печально, особенно для спортсмена Вчера смотрел Александр Уфси, включался там в одном канале И говорил, что для многих это может как и вообще было там Все Да, это по цели жизни Олимпийские игры Ну, он же сказал, и не паниковать Он сказал, купайтесь в холодной воде, мыйте воду и гату И перестаньте вы поддаваться цей панике И едьте на Олимпиаду, которая будет в 20-м, но Олимпиада Токео 20, но в 21-м году Не следите с ума от этого Как минимум Просто ставьте себе задачу немного дальше, да? О, а онлайн можно провести Олимпиаду? Ну, вот, каждый спортсмен в своей стране выступил по той же принципи И, впрочем, была информация, что, по-моему, в Италии Мужчина пробежал марафон у себя на балконе У него длинный балкон, 7 метров Он бегал 6 часов Сказали, что он как раз преодолел марафонскую дистанцию А с мужчиной все нормально? Ну, как бы... Да, немножко забегался, мне кажется А балкон? Да, немножко забегался Знаете, сказали, Ленин по камере находился во всех километрах Или Лев Толстой, я не помню, кто из них Ну, ходил по камере тюремней, там вот в 5 метров ходил по 7 километров Ну, да, скоро это, наверное, единый спорт, который нам будет всем доступным Не, ну, по поводу Олимпиады, это, конечно, такая новость Они же до самого последнего хотели ее сохранить То есть, там, они постоянно говорили, будет, будет А потом просто некоторые страны стали отказываться Первая Канада была, и они просто поняли, что так будет А дальше просто эффект домино, короче Ну, так и чемпионат, игровая по футболу перенесли, да Ну, я думаю, что, наверное, честной Олимпиады не получится Если каждый спортсмен будет в своей стране сдавать нормативы, ну, або показывать результаты А потом их будут сравнивать Кровь сдавать тест на коронавирус Ну да, где-то же же подиграют Но все равно при этом можно, ну, провести хотя бы так, да Такую победила дружба в конце концов, но хоть позмагаются, хоть в себе Просто я боюсь, что нашим спортсменам у нас просто площадки для змагания не найдется Особенно, представляешь, дистанционно, одни дома катаются на льду, а другой метают в ядро Ну, вот все как бы, да, одновременно, ну и что? Новые виды спорта Нет, так у нас даже некоторые спортсмены рассказывают Ядро на льду будет Но если в Германии, когда вели карантин, то спортсменам разрешили все равно плавать в бассейне, например, да То у нас перекрыли всем То есть у вас Олимпиада, нам все равно, у нас карантин Они должны быть в Бекарашу, у нас депроны перекрыли Подожди, не подсказывай Между прочим, Надя, нас смотрят, и мы вот так вот пошутим в одну неделю, а на следующее сбывается, так что аккуратно И дельфин еще вверх И дельфин еще вверх И дельфин будет уже, да, заниматься на свежем воздухе У нас будет дрессированный дельфин, они просто будут прыгать через дамбу все Ну, это точно Кстати, еще одна новость из этой же серии Плейбой закрывает свою печатную версию из-за коронавирусного кризиса Выпуск печатной версии журнала Правда чувствуется, когда Кирилл подбирает новость? Который издавался с 1953 года Из Германии приехался Прекращается из-за кризиса Ну, понятное дело Ну, скажи, что ты заграничный номерок все-таки привез В общем, все Ушла целая эпоха А что, а что, коронавирус ню Никому не цікавит? Ну, я так понимаю, просто они... Просто теперь нельзя облизывать страничку Да Вирусы ж может на бумаге передаваться А вот, так что, тут все плохо в этом плане Ну, ой А как следующее поколение будут взрослеть? А чего, онлайн не будет? Онлайн будет, я говорю, печатной не будет А, печатной не будет Вот она диджитализация Я думаю, мне все равно, рано или поздно До всего пришли, да Коронавирус Хотя можно, я думаю, что новое поколение Просто найдут потом на чердаке Папину подписку за 68-й год И все нормально Ким вы уявляете свит после коронавируса? Ну, вот, есть две версии Первая – это тотальная диджитализация Когда за нами будут стежать по жучку Вживленному под кожу Мерять температуру Ну и все решта там вытекающая А вторая – это когда мы будем жить Как в первобитном веке Да, то есть обрабатывать землю Своих кабаней Работать свою колбасу Ребята, 50 на 50 Будут следить за теми, кто обрабатывает землю Вот как-то так я это вижу Как раз я думаю, что они не уследят Эйнштейн еще говорил в 50-х годах Тебе лично? Ну, как минимум, да О том, что я не знаю, какими методами Будет вестись третья мировая Но я знаю, что четвертая будет Уже только с помощью палок и камней О, я хочу дожить до четвертой Мене это уже просто більш цікаво Не, у нас просто Майдан был такой, знаете Первобитная війна А что ты хочешь еще посмотреть, если ты уже все видела? Ну а смысл? А, Марс Винус инопланетян Подожди, это на май Не трогай Это новости на май Куда ты торопишься? Нам еще апрель пережить надо Там будут тебе и марсиане Я хочу спросить, чого? Чего, когда в людей Пареноидальная шизофрения Развивается такими темпами Когда мы попадаем в мракобесие Чому Мишель не имеет новин про инопланетян Чего нам вирусы инопланетян не занесли? Ну небесный Юрисалим Да, это все еще есть теория святого заговора Инопланетян, где мы упустились? Подожди, еще Годзилла У нас еще Кинг-Конг Ну то есть в месяце 12 Ой, в году 12 месяцев Нам еще хватит Конечно Я думаю, скоро должен появиться какой-то сумасшедший доктор Который скажет, что это он разработал И скажет Это было такое предупреждение человечеству Я думаю, что такой доктор есть Но он где-то еще сидит в Павлу А пока их еще не закрыл Доктор злой и не видит Да Я думаю, что они уже тоже есть Да Ой Тут еще одна красивая картиночка Такая Про стиль Новое правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках Вот Смотрите на эти прекрасные лица Которые не скрываются У нас там гурсоветы заседаются Не скрываются Нет, подождите Ну вот Не так сильно Не так сильно Не так сильно Не так сильно Все, что было пошито спортивными фирмами для мусульманских женщин Чтобы они занимались спортом Все выкупят просто Уже выкупили Это будет бум Это будет бум Я не могу подумать, чем военная блаклава взагал А что для вас страшнее? Конечно, коронавирус И паника сидит дома Это ближайший собеседник Через три дня уже звонят в Свердловск В Кремле Говорят Михаил Сергеевич, что вы наделали? Он говорит, в смысле? Ну как? Народ проторезвел спрашивает, куда царя дели Судя по анекдотам, ты явно затер дату в паспорте Вроде молодишься, молодишься, а анекдотики такие с бородой Вот вопрос, тебе их дедушка рассказывает? Или бабушка нашептывает? Мне кажется, это мудрость В каком? Разберегайся в анекдотах Короче, просто телеграм-канал «Бабушка с бородой» ведет у нас просто Кирилл И анекдоты туда подписывает Так, тем временем, то, что я уже говорил Только что здесь будет у нас видео на эту тему Как испанское телевидение показывает, как местные рабочие выгрыжают украинские маски фирмы Бук Вот Не ищите здесь никаких аналогий Но наши маски, они успешно доехали уже и до Испании Можем их в Россию отправить Не только до Словакии и до Германии Ну да, хоть так То есть они нам свои, а мы им свои Асимметричный ответ Мы можем же рулоны туалетной бумаги с Путиным им отправить Бонусом, подарком Купить маску Бук и отримаете рулон туалетной паперы А нам что тогда останется? Впрочем, сейчас шутят Сейчас же шутят, что наконец-то в вареной колбасе больше не будут подкладывать туалетную бумагу То есть дорого стало Ну неэкономично Так же как есть шутка, еще скупать бумагу или уже такой уровень, что можно продавать Надо смотреть, сейчас же индекс туалетной бумаги Прекрасно Ну да уж Так давай гляди, до мясных колбас перейдем Так люди и мясо попробуют наконец-то По гостам? В колбасе Кус какой-то не тот Не та колбаса Напомните, как Это же мясной зефир Говорил Канцлер Бисмарк Что люди не должны знать еще как делается политика и из чего делается колбаса или сосиски Потому что в противном случае они бы их не ели То же самое касается и политики Ну вот Там же все компоненты Видите А, Б, С, Д, Е, 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 Е Это не так Это вот эти А, Б, С, Д, Е Это как раз из групп депутатов Из А, Б, В Просто из них можно еще и колбасу делать Да Про депутатов И бывших уже Против экс-премьера Гончарука возбудили дело из-за игнорирования письма СНБО о запрете экспорта масок А знаешь, почему он проектировал письмо? Он просто думал, что это письмо счастья, надо 15 раз переслать дальше Ну, Велик переслал СНБО позбудило уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины При осуществлении мероприятий, направленных на противодействие ковид-19 Так что... Он, кстати, Гончарук вернулся Ну, а если бы знал, что возбудят, мог бы не вернуться Из Португалии Он просто не знает, что страшнее, коронавирус или украинское проносоведание Просто интересно, ушел ли он на карантин? Да, на самоизоляцию на 14 дней Или в Москве под поле он ушел? Ну, собственно, это, конечно, интересно У нас это... сколько... и месяца не прошло, да, как его с должностью? Угу А теперь уже и дело Охота на Гончарука? Это ж... Побыл полгодика премьера, матеря расхлебывать будет Так а на что он рассчитывал? В сказку попал? Да Как на что он рассчитывал? Он рассчитывал на самокаты на 40% ВВП Я думаю, что... Насколько вы рассчитывали, просто его рассчитали на сколько Ну, вот его рассчитали на піврока Множили на 0,8, как ВВП бюлета, да? Да На коэффициент интеллекта и... Да уж... Ох, про масочки дальше пошла Благодатная тема В Чехии укрила партию китайских масок и респираторов, которые ехали в Италию Укрила чем? Не доробила ничего Теперь на решті будет стоять станок и будет только вот так... И будет стоять с корзинами под Верховной Радой и звук он будет тим маски прямо вилетать Набрав корзину и пішок додому Да Ну, новая технология В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок, потому что Чехия уже их распаковала и распихала по больницам Попользовала Вот оно, это ваша европейская солидарность Ну, не та, которая в Италии Алексеевича, а та, которая в Европе Ну, это, конечно, мне кажется, беспрецедентно, да? Когда одна европейская страна просто забирает груз для другой страны и еще они не признавались несколько дней То есть там итальянская газета провела расследование и выяснилось, что действительно так и было Ребята, подождите, я хочу вам сказать, что просто надо ждать теперь европейскую гуманитарную помощь Но они же присылают нам из Европы вещи, которые они поносили Сейчас они пришлют нам маски, которые они поносили Ну и все, и вот проблема решена, можно их То есть ты считаешь, что потом это все к нам обратно вернется? Конечно, это же тайный вообще умысел Продать новые, ну сколько она там, господи, продал масочку, носил недолго, 2-3 часа Все, и отдал дальше А, кстати, это новый бизнес будет Она ценка какая, на ней уже прибыльнее, чем тяжелые наркотики продавать Что ее там закупочная цена год назад была сколько там, копеек 50 или около гривны, да, маски одной А сейчас они по 20 гривен уже В Европе сказали, что по 20 евро уже, именно в Италии маску можно на черном рынке Чему вы дивуетесь таким вещам? Потому что, ну думаю, вы все читали Ницше, человеческое слишком человеческое Все друзи, а на сало, каждый есть свое Ребята, вот тут Нет, я хочу, подождите, этот момент, когда у нас в нашей студии был человек Есть, который не просто кликнул ссылку, да, а читал И не просто, а Ницше Вот в этот момент наш философский факультет внутри у каждого немножечко, да, возрадовался Я читала тогда, когда кликать еще не было что, а потом я еще дома сидела в тюрьме, где кликать тоже не можно было ничего Это был список рекомендованной литературы от Луценко, это вот этот вот список, да? Если у вас много свободного времени, почитайте, это вот оно, да? Ах, нет, я же какого-то даже Кастанеда читала, все тысячи сторинок Не так страшно Кастанеда, как тот, кто его читал, да? Так можно и додойти Джеймс Джойс Улес, да? Самое главное, я ликванью читала, все До того, как еще Яценюк из себя строил ликванью украинского Да, вот с этой стойпыри у тебя я как раз в тюрьме и вычитала Подожди, он снова начинает, так что это вот... Минутка позитива, по Киеву ездит машина в защитной маске Владельцы надели на свой кроссовер Mitsubishi тканевую маску, которую, видно, пошили по спецзаказу Вот, что-то, правда, не увеличивается То есть, получается, у нас масок не хватает, а вот кто-то себе... Подожди, у нас же Василий предлагал весь Киев в прошлой программе Василий Голованов предложил, что надо пошить большую масочку и накрыть весь Киев Или тазик, да, можно тазиком накрыть Ну, вот, медным Ну, сколько масочек можно было из такого сделать? Я думаю, что не можно было ничего Ну, а подожди, машинка тоже хочет дышать Тут, кстати, еще хорошая картинка, сейчас покажем нашим зрителям с Юлией Владимировой Тимошенко Вот, это тоже прекрасно Подождите, это свобода слова, которая была в понедельник Мне кажется, Юлия Владимировна в образе Нет, а почему черная маска? Вот я не могу понять, почему черная маска? Стильно Во-первых, это красиво, но была у нас бордовая А, вы что, без маски? Ты только заметила? Ну, скажем так, пошла 50-ая минута программы Если все присутствующие не будут против, я сейчас прогуляюсь и вам покажу свою маску Давай Давай Да, мы пока еще покажем знаменитый памятник «Ежик в тумане» тоже в маске Лошадка Лошадка Когда начали говорить, что без масок не будут выпускать из дома, я специально пошила намордник для того, чтобы он всегда был Для того, чтобы его можно было прикрасить, я на него повесила птичку Я так понимаю, что это снегири, да? Ну, это синяя птица удача, знаешь, как я говорю И вот все Класс Маска Намордник Даркова Одежда Будь как Надежда Ну, кто-то запускает линию одежды, а ты запускаешь линию мальчика Единую сеть не треба, только когда видишь полицейскую або Авакова, сразу одеваешь маску, або Антошу Нараченко, сразу одеваешь маску, чтобы все видели, что она на тебе едет Все Раз и все Ну, ты сама пошила ее? Да Вот Очумелые ручки Вот-вот А выглядят как стильные супер маски, которые… Не поверишь, им тоже шиют Правда, у него все стильные маски, кто шиит, так что оно все шиится В Украине я так догадываюсь, кто-то там сидит Если мы будем в масках, не удивляйтесь, это будут подарки от Надежды Савченко Вот Эксклюзивные маски В Иране появилась первая почтовая марка с коронавирусом Да О! Да, вот Опередили Китай Привцы уже активно записывают песни целые… не просто треки, а альбомы пишут Да, это будет целая эпоха, да Это будет целая эпоха Коронавирусная Это точно Ни одни болячки, сколько, мне кажется, не присватили любви, юмора, я не знаю У Варени Так получается, что коронавирус страшнее СПИДа и так далее и тому подобное То есть никто у нас, получается, не умирает сейчас от рака, от сердечно-сосудистых болезней Вот коронавирус затмил все Слушай, а Ленчик, как старинно называется По-бому чуму, у ней было больше жертв Конечно, так и Эбола, и Маргурга болезнь Ну и на ранку приложи подорожник не работает, Лёша, понимаешь? Там 70-80% была летальность, у коронавируса в лучшем случае в районе 1%, чуточку больше 1% Слушай, а ты как для гуманитарии слишком хорошо считаешь? Ты какой-то неправильный Слушай, тоже скоро на министра финансов пойдет Я просто думаю, что сессии он подсчитывает успешность своих студенток, знаешь? Поэтому вынужденная мера, развил навык У нас там целая арифметика Есть еще прикольная картинка под рекламой Петра Алексеевича Маски, гречка, спирт Мы идем своим шляхом, мы – это Украина Самое главное, у нас вечная атрибутика – это гречка Конечно А магазин Рошин, кстати, работает Я так понимаю, что это стратегический товар, поэтому просто жизненно необходим Потому что с шоколадкой, да, или, как это говорится, с карамелькой за щекой Просто коронавирус не так страшно С карамелькой за щекой Ну, и что, в карамельку добавлены спирт? Ну, а что? Кстати, вот это… С водкой, да? Нет, это на самом деле супер-бизнес-идея Сделать конфеты антикоронавирус Такие, я не знаю, вот этих таких зеленых, как коронавирус выглядит И внутри добавлять что-то антисептик Почему зеленая? Должна быть красная или синяя? У тебя должен быть выбор, мы же демократическое государство Ты должен решать, какую ты сегодня съешь – красную или синюю? Оставаться в матрице или сразу уходить, понимаешь? В Питере появилась уличная инсталляция из гречки и туалетной бумаги, посвященная коронавирусу на заборе с надписью «Спокойствие» Ребята, я вам уже скажу, в Киеве Аннушка уже разлила масло, да? Это наш ответ от питерской инсталляции А вот, если бы мы были не демократичной страной, нам бы дали одну пилюлю и сказали «Вона действует» Мы бы поверили и вылечивали себя в инсталитарном Нам уже действует, запустили и она не действует, поэтому… А самое главное, что водители ее специально носят и используются, да? Для того, что… Всподевание на то, что она так и будет действовать, как она зародит Тебе зупиняет полиция? Покажите документы, покажите… Будь ласка, Дия, ой, а в нас зависло в приложении, не может… Ну что, у меня все есть… И у нас сканер зависует, у вас в приложении и интернета нет, и связи нет Кстати, а мне действительно интересно, скоро ли мы увидим какие-то супер-флешмобы из респираторов, не знаю, герб нашей страны Герб? Как арбузиками выкладывали, да? Ну должно что-то такое уже быть? С масками… А тут спокойствие выложили, вот смотрите… Тебе кукурузку посадят в виде коронавируса на каком-нибудь поле Не пожалев уже кто-то? Да, о! Файлы попаковал, пофасовывал… Ну моя любимая – это вот битва при Ашане, марта 2020… Это… Где у нас такой барельеф будет, как вы думаете? Я думаю… Я думаю, где у нас такой скульптор будет, чтобы сделать такие барельефы? До речи… Уже все… Нет, это называется… Ребята… Сломай три Ленина, сделай новый барельеф, да? Там будет… Вот рука явно от Ленина, знаешь, там… Копыто от Щерса… Ну вот так вот что-то сложил, как мозаик… И получится… И получится новая эклектика… Я думаю, что Гауди в Испании, когда делал свои великие мозаики… Это просто были разбитые предыдущие какие-нибудь шедевры искусства… Вот как-то так, знаешь… Разломал намного маленьких кусочков… И из гранитного Ленина можно не только себе какую-нибудь виллу построить… Ну и что-нибудь… Дурачи, а что ж они когда-то думают скупать всех Ленин и построить виллы? Кстати… Направо, потому что Ленины были, как сказать… Поршевенькие… Ну, они в большинстве сел были… Ну, не везли… Бутонной залезы… Да… Американский флорист вздохновился ажиотажем и создает букеты из туалетной бумаги… Ну, то, что тюльпаны в Нидерландах вырезали и выкинули… Между прочим, по 75 долларов продает… Букетик из туалетной бумаги… Предприимчивый… Однако… Так подождите… Еще будут торты из подгузников… Сукарок… С колбасой булу… Из подгузников… А из масочек? Ну… Как и с масочками… Подгузники булу… Это следующая серия гуманитарной помощи… Даже набирала в свое время популярность… Например, букет из фруктов… Да… С колбасы до пива… Во… Во… Ну, так… Это же продолжение… Нового года… Ну да… Подари любимый рулон туалетной бумаги… Покажи свои истинные чувства… Нет… Подождите… Это… Президент у нас рекламировал же… Золотой век… А теперь он должен запустить обязательно рекламу… Там… Ты его… Абурута… Ты едина… Ты неповторна… Абурута… Абурута… Что-нибудь такое… Золотые рулоны… Золотые рулоны… Золотые рулоны… Может быть золотые рулоны… А у нас будет золотые рулоны… Шатрушки инфляции и будет… Скивская пектораль… Да… Да… А она будет отматывать… Просто постоянно… Ну да… Я же не говорю… Саш, покажи свою туалетную бумагу… И я скажу, кто ты… Ну какой-то флешмоб нужно делать такой… Уже… Фотографии… Было б смешно, если бы не было так грустно… Да… Ну… Нет… Это просто признак роскоши… Знаешь… Если она у тебя есть… Маска и рулон… Говорит о том, что ты из зажиточной семьи… Если ты еще в туалет сходил… Да… Саш, давай… Значит, а не голод… Да… Может, мне интересно… Под это коронавирус, а мы будем с чего смеяться в студии? С экономической кризи… А потом с голода… Нам хватит смеяться с голода… Украинцы пережили голодомор… И войны… И коронавирус переживают… Не хотелось вообще… У нас все местные выборы будут… Там насмеемся… А будет? Ну… Подождите, слушай… Если всю гречку скупят… Что же на выборах раздавают? Торетную бумагу… Маски… Маски… Брендовая маска от кандидата… Нет… И маски… Резко бы… Появились бы… И респираторы… И резко в больницах появились бы аппараты штучного дыхания… И кандидаты бы вот раздавали вместо гречки маски… Они бы наливали в пакеты какой-нибудь… Там всю страну подмарафетили… Зеленского тысячи… Это был бы лучший карантин… Который только можно представить… У меня это было на запитание… А лекарей бы… Мы б побачили? Мы бы их импортировали… Я про то, что аппарат штучной вентиляции… Не умеет работать каждая людина… И те, кто есть… Это тоже от лекарей информация… Те аппараты, которые есть… Они не все придатные для коронавируса… У них разные частоты… Конечно… Тому их можно купить по 2 миллиона… Миллион… Завезти… Поставить… И они будут стоять… Да… Просто буду так показывать… Смотрите… У нас есть аппараты… Может, тогда мы бы побачили депутатов, которые переквалифицировались… Сделали сразу медицинскую область… И самим особисто стареньким людям… Ставили аппараты… За ними святкували… Врачи, которые стали депутатами… У нас просто единицы… Или хотя бы из фарм… А кто больше всего стает депутатами… Из какой профессии… Наверное, журналистов зараз, да? Блогари, журналисты… Это было прошлое… Фотографы… Это было прошлое… В прошлое были… В прошлое были комбатанты… И журналисты… До того были секретарши… А, и журналисты… Там же были… Они сейчас прибежали в наблюдательные советы… Всякие там части… Туда-туда… Ну да… Тут вот… В Одессе пенсионерка избила водителя… Потому что она не хотела везти… Какие суровые одесские пенсионеры… Ну это, кстати, проблема с общественным транспортом… Да… Это не проблема большая… Потому что, действительно… Я уже видел… На разных сайтах… Продают… Спистор пуска… Да… На проезд… Уже можно… Так же, как люди… Которые не могут воспользоваться транспортом… Продают свои… Проездные… Билетики… Которые не использовали… Да… За полцены… Да… Адам говорит… Там… Жетонов могу отсыпать… Которые не ходят… Да… Кьюар-кодов… Аферисты… Самое интересное… Что… Во Львове общественный транспорт ездит… Да… Я вот этого не могу понять… Я вот этого не могу понять… Удивить… В Одессе нет… В Киеве общественный транспорт не ездит… Да… Но только вот эти пути… В Днепре перекрыли… В Харькове перекрыли… А во Львове есть… Вот… Почему? Кирилл помнит… Да… Да… В Днепре… Куда… У него одного у него есть… В Днепре… В Днепре перекрыли… Дайте нам адекватную сумму… В Днепре перекрыли… В Днепре… В Днепре перекрыли… Просто… Знаю… Этих не спасут… Потому что их двое… Картинку уже показали одну… Больше уже никого не спасут… Все… Про Лукашенко как раз… Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, выехавших из страны, игнорируя предупреждения… Так и сказал… Тем, кто уехал после наших предупреждений… Никаких чартеров… Пусть там и сидят… Все правильно… Вот… Вот это государственный масштаб… То есть вот эта надпись… Нехай… Ще стыть… И нечего шастать… Она как бы актуальна… Не только для нас… Да… Так что там все сурово… А еще мне понравились его советы… Вот это… В баню там сходить… Трактор вылечит… Разрушил чиновникам по 50 грамм… Да… Но не на рабочем месте… Правда… Ну и между прочим… Упорство и труд… Все перетраны… Несмотря на все вот эти как бы… То есть там получается… Власть не создает панику… В Белоруссии… В несколько раз больше, чем у нас в стране… Сделали уже тестов на коронавирус… То есть они активно это делают… Проводят тестирование населения… У них збереглась державность… Потому что у нас збереглась на автократичном режиме… У них збереглась довера… И обговорили уже, что… Например, в Британии… За одну добу… Записали там 405 тысяч добровольцев… Волонтеров… Яки записалися для того… Чтобы допомагать… Найбільш ураженим категорям… Людей… И это возможно только тогда… Когда люди доверяют людям… Да… Когда государство может… Перерееструвать этих добровольцев… Волонтеров… Потому что… Зробили бы у нас что-то приблизно… Пошли бы одни шарлатаны… Завтра у бабоке не было бы ни квартиры… Ни пенсии… И от коронавируса… И от коронавируса… Такая проблема… Знаете, почему закрывают… Сейчас воздушное пространство… Не разрешают другими способами… Добраться за границу… Знаете почему? Потому что были бы туры за тестами… Для коронавируса… Собирали бы группу… Везли бы ее куда-нибудь… В ближайшую… В Ухань можно… На какой-нибудь коронадрайв… Понимаешь? До ближайшего супермаркета и назад… А в Давосе кралы вны шапки от эст… Да… Ну вы знаете… Уже появилась такая шуточка… Предлагаю… Сейчас секундочку… Появилась такая шуточка… Что… Помните девушка Настя… Собачка, которая осталась в Ухане… Вот пока у нас тут все это происходит с карантином… Она спокойно выгуливает свою собачку… В городе Ухань… Потому что там карантин заканчивается… Я предлагаю закончить на позитивной новости… И посмотреть очередной перелыв Виталия Кличка… Да… А потом… За минул добу… Департамент транспортной инфраструктуры КМДА… Що забезпечує выдачу специальных квитків… Вже выдав… Понад двісті… 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 Так сколька ж… Эти квитків… Жені, сделай мне монтаж… Я не можу зрозуміти, чого вони монтажі роблять… Я ж кажу, чого вони роблять… Я просто не можу зрозуміти… Все добре… Сразу в голові при чому… Ну для чого… Таке, чого вони роблять монтаж… Сколька всі… Я думаю, це вже чорская задумка… Сколька всі… Я вот чесно кажу… Я даже не помню… Узнаємо в інтернете науле… Новий диджиталізейшн наступає… Двісті… Два… Двісті… 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 Я не знаю… Що ти… Що ти… Що ти… Що ти… В Каві… Щас іниційували поміщ медикам… Причем бесплатну поміщ… Которые столкнулись з массою неудобства, Время карантина и нашествия коронавірусі… І з удовольствием им окажут… Нашестві… Нашествие, да… Окажуть им поміщ… Проконсультирують… Це совершенно бесплатно… А також второй приєтний бонус для нас… У нас появилась… Вкусний… Прекрасний… Спонсор… Который нам дарит кофі… Это… Посмотрите на свої чашечки… У вас у всіх написано… Очень вкусный кофе, вам рекомендуем, сами пьем, поэтому я думаю, что новостей у нас будет. Я думаю, что есть, кто хочет узнать, смотрите посылочки. Кстати, а кличко же прикрыло кофе на вынос, а зато есть другой. Да, можно купить. И Баррестерсон так само могу сказать от себя, подяку, это адвокаты, которые защищают меня в Украине, так что, в принципе, очень действительные парни. Класс. Ну и мы Надежде очень, очень, очень вдячны за этот эфир. Он, мне кажется, был очень приятный. Дуже дякую еще раз, Надя, и дякую за то, что она поделилась рецептами. Я скажу больше, если бы не кофе, их не заманить просто на эфир. Поэтому все гости, которые будут к нам приходить, у нас есть кофе. И масочки, я надеюсь. Все, дякую, Надя. До новых встреч. Уважаемые наши подписчики, мы хотим воспользоваться сейчас временем, которое у всех появилось во время карантина, и провести его с пользой. Поэтому мы хотим разыграть для вас полезный, самый лучший подарок, который придуман, это книга, а не только подарок, сделанный своими руками. А мы сделаем вам подарок, который мы своими руками вам отправим в любую точку Украины. Вам нужно всего лишь в наших соцсетях написать, или можно на YouTube, написать новости, которые вы видите, которые подходят нашей программе, которые связаны с Украиной или мировыми новостями, связанные с любой актуальной темой. Присылайте нам названия новостей, ссылочки на эти новости, картинки, которые вас рассмешили. Мы хотим вашей активности. Единственное, что вам нужно сделать, спонсор, который подарит вам книжечки, и нам в том числе, потому что мы себе тоже каждый взяли по книжечке на карантин на неделю. И мы вообще тут сидим только и делаем, что читаем после программы, до следующей программы. Конечно, мы вообще, я больше скажу, мы просто только делаем, что сидим и читаем. Будь перед нами взяли в плен, у нас с нами будет сидеть. Будем, да, у нас будет выделять. Часы для саморазвития. Значит, смотрите, вам нужно подписаться на страничку BookChief. Да, это наш партнер. Да, наш партнер и друг, это очень важно, интеллектуальный друг. Если конкурс проявит себя очень интересно, позитивно, мы увидим большую массовую от вас активность, сделаем такие конкурсы на постоянной основе. Поэтому не стесняемся, подписываемся, нажимаем все кнопочки, колокольчики, ставим лайки и, главное, комментарии. Лучшие комментарии, четыре книги, наше прекрасное жюри выберет по лучшему, оставившему комментарии. Мы обязательно вам вышлем очень интересные книжечки. Поэтому до новых встреч. До новых встреч. Читаем. И снова конкурс. Мы хотим активизировать ваши комментарии и узнать, какой же комментарий будет самым смешным на этой неделе. Приз будет тоже необычным. Приз будет ювелирное украшение. Спонсором этой интересной рубрики, розыгрыша этого будет Мирослава Козар. И просим подписаться на ее инстаграм. Там есть масса разных ювелирных украшений, которые вам точно понравятся. Мне самой очень нравится. Я хочу сама стать постоянным как раз клиентом и носить эти украшения. А вы можете выиграть вот такую замечательную сережечку-трансформер, которая будет радовать или вас, или ваших близких. Поэтому самый смешной комментарий в каждой соцсети. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Мы вас ждем. И главное, хорошего вам настроения.